Всероссийский чемпионат профессионалы – это аналог программы WorldSkills, в котором участники из России и дружественных стран демонстрируют свои навыки работы в актуальных и востребованных специальностях. В 2023 году таких было 248. Изначально вообще чемпионатное движение профессионального мастерства профессионалы создавалось для того, чтобы прежде всего повысить престижность рабочих профессий, значимость их в экономике, мотивация молодых людей поступать и развиваться по профессиям рабочих. И вместе с тем это поддержка молодых талантов, молодых студентов, колледжей, и не только колледжей, но и высшей школы, которые участвуют в данном чемпионатном движении. Буквально на днях завершился региональный этап конкурса. Воскресенский колледж стал площадкой для направления уклад конопольных покрытий. Уже шесть лет наши ребята совершенно с разных факультетов. От мастера общестроительных работ до мастера по обработке цифровой информации соревнуются в этой дисциплине. Обучаются ей параллельно с основной специальностью. Обучение начинается естественно с теории, то есть с основания заливки полов, какой бывает, какие дефекты и уже, то есть от основания до финишного покрытия. Идет постепенно, постепенно, постепенно. Они пробуют, и там у нас семь модулей, они каждый модуль пробуют, пробуют, потому что ПВХ, что они сейчас делают, это они укладка, врезка фигур, паркет, они работают уже на оборудовании, на фестулу, то есть там разные критерии и разные работы. Всего в чемпионате шесть этапов. Заливка основания, укладка ПВХ, коврового покрытия и паркета, проектирование и разработка чертежей, сварка швов на ПВХ. Есть много разных хрустовок для сварки. Сварка делается в самом конце, свариваются швы. А сейчас ты на каком этапе? На этапе протирать работу, доводить ее до идеала. Это гладкотирующий молоток, чтобы выводить воздух из-под материала. Во время конкурса работники колледжа проводят экскурсии для школьников в рамках профессиональных проб. Рассказывают о материалах, процессе работы, разбирают все плюсы и минусы. Вообще очень разные. Для спорта, например, там есть ароматизаторы, что-то такие, чтобы полегче, ну, чтобы мягче было. А есть еще покрытия, которые, ну, не сильно загрязняются, ну, которые чистить легко. Еще можно склеивать, что ли, пакеты эти. Ну, это очень интересно на самом деле. Если, ну, я, может, пойду дома, почитаю немного про это, узнаю новое. Может, сюда приду еще раз, как говорил. Интересно, но нелегко. Укладка напольных покрытий – это физически тяжелый труд. Этапы чемпионата ограничены по времени. И на протяжении всей работы ребятам приходится стоять на коленях. Кроме этого, нужно придумывать рисунки на паркете. Хорошо считать и практически все знать про материалы, чтобы понимать, как с ними работать. Больше всего не получался линолеум. Да, линолеум и паркет прям таких два модуля, которые над ним надо стараться работать, сидеть днями, чтобы получалось сидеть, пробовать, стараться. А что у них такого сложного, в отличие от других? Ну, в линолеуме, допустим, там ровный рез на миллиметр уходит и сразу видна щель. В паркете тоже ошибки с размером на миллиметра два-три тоже уже будет видна щель. Это очень большие такие ошибки, можно сказать. Несмотря на все трудности, участники из Воскресенска добиваются высот. Так Роман Сенченко занял в прошлом году второе место на региональном этапе чемпионата профессионала. А вот Мария Кузнецова на тот момент занималась укладкой напольных покрытий меньше года, но стала победителем национального этапа. Далось ей это непросто. Ну, дело в том, что им сейчас было по 20 лет, и которые уже там много лет занимаются, два года, например. А я только, ну, как бы считаю, на первом курсе где-то несколько месяцев, и поехала на сфинал. Как и во всех конкурсах, в чемпионате своя система оценивания. Порой важную роль играют даже на первый взгляд мелочи. Есть объективные оценки, есть субъективные оценки. Субъективные, когда вот красиво, некрасиво, объективные, когда смотрят уже зазоры, потому что это очень важно, чтобы рисунок стыковался, чтобы не было никаких там щелей. Это уже идет объективная оценка, там по определенным критериям. Критерии очень жесткие. Как правило, кто выставляет студента на участие, с ним еще приезжает эксперт. И вот они это сообщество экспертов оценивают. Выбирается главный эксперт, он должен обладать определенными регалиями, чтобы он мог судить такие чемпионаты. У нас такой главный эксперт есть. И потом они собираются, оценивают эти работы, независимо у них идет оценка. И по итогу баллов выбирают уже победителя. Всего в региональном этапе укладки напольных покрытий участвовали пять студентов. Молодым профессионалом в этом году вновь стала единственная девушка Мария Кузнецова. Теперь ее ждут на всероссийском турнире. Анастасия Сибирякова, Евгений Стародубов. Новости. Искровект. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...